В журналистике я выросла с курьера в маленькой газете комсомольской у нас в Пензе под названием «Молодой ленинец». Замечательная была газета, я ее очень любила, очень любила журналистов, которые там были. Практически все были выпускники факультета журналистики МГУ. И я там отработала два года. Вот они меня взяли курьером, вырастили, воспитали, научили писать сразу после школы. И заканчивала я эти два года уже в статусе члена союза журналистов. И вне конкурса поступала на журфак МГУ. Потом, по окончании, я работала уже, начались лихие 90-е, поэтому распределения как такового у нас на журфаке уже не было. Мы вышли в открытое поле, и очень многие журналисты пошли в рекламу. Вот тогда вот как раз началась эта разновидность деятельности, и очень многие из нас действительно ушли в рекламу. Но потом я работала долго со своим мужем. Программа «Репортер» была такая с Михаилом Дегтярем. Такой, я бы сказала, долгожитель на российском канале. В основном он выходил в эфир на канале «Россия», но потом был также работал на ТВ-центре, и в какой-то момент на домашнем. Но вот начинали мы вместе эту программу, и потом в 98-м году я ушла работать в газету. Это был холдинг такой, очень популярный в 90-е, «Спидинфо» назывался. Вот, и «Спидинфо» я была замглавного редактора одного из приложений под названием «Воростайка». Это было такое нежное приложение для детей и их родителей, потому что «Спидинфо» все знают, как такую жёлтую прессу, родоначальник, я бы даже сказала, жёлтой прессы. Но на самом деле в «Спидинфо» издавали огромное количество учебников, выходили журналы для детей, такой как «Улица Сезам», например, в своё время. И вот в том числе была газета «Воростайка», именно которая рассказывала о детях, начиная с пелёнок. А тогда я родила, и подруга моя Юлия Будинайте тоже родила, и у нас были маленькие дети. И вот Юлия была главным редактором газеты «Воростайка», а я её заместителем. И мы, что называется, руководили газетой для такой же аудитории, вот как мы. Нам было интересно рассказывать про наших детей, вот, и мы рассказывали, и нам писали письма такие же матери, как мы. Вот три года я отработала как раз в этом издании и стала в какой-то момент главным редактором. Но вот этот вот путь, который я прошла, скажем, от курьера до главного редактора, начиная там после школы и закончив в 2000 году, ну, то есть вот один раз подробно вот так вот можно было пройти. И мне показалось, что я в журналистике знаю уже так много, и показалось, что, наверное, можно профессию поменять. Мне всегда манило кино, и мне всегда хотелось быть по ту сторону баррикад. То есть, понятное дело, что я смотрела многие кино и общалась с киношниками, будучи журналистом. Но мне всегда хотелось быть по ту сторону баррикад, и чтобы те люди, у которых я беру интервью, оценили меня именно как кинетографиста. Вот я закончила высшие режиссёрские курсы. В 2000 году поступила в мастерскую к Игорю Толстунову, закончила в 2002 году. И вот, собственно, сняли мы сначала такой сериал под названием «Формула» про большой издательский дом. Ну, собственно, вот то, о чём я знала, про то и снимала. И следующей работой была уже картина «Питер.ФМ», который был мой дебют и одновременно мой диплом на высших режиссёрских курсах. Вот этим фильмом мы с режиссёром Оксаной Бычковой защищались в 2006 году, вот, собственно, как дипломом. Поэтому вот такой переход вдруг состоялся. Спасибо.